Шел первый раз, мы оцениваем все, мы всегда проговариваем алгоритм, оцениваем вначале костную структуру, я сейчас скажу из того, что вижу я, из того, что вижу я. Так, у вас немножко условно, если взять волосистую часть головы, вы не подбиваетесь, ничего здесь, да? Это я покрасила. Окраска, но все равно, такое ощущение, что вот эта вот левая половинка, вот если посреднезрачковая взять, вот эту вот высоту от бровки до линии ростоволос, у вас эта часть намного короче, ну как намного, может быть 8 мм право, вернее лево, чем право. То есть такое ощущение, как будто лоб скошен, либо это просто краска зашла на кожаную часть, и поэтому так кажется. У меня когда-то был порез. Ага, порез, а порез, я поняла. Так, очень часто бывает, одна сторона больше как бы осонна, не то, что прям провисает, скажем так, одна сторона выше сонна. Вот, поэтому плечи тоже как бы не совсем на одном уровне, но мы все не идеальны, вот такого чего-то так, сейчас, секунду, голова немного у вас сдвинута, опять же, по отношению к средней леднии туловища, голова немножко сдвинута в эту сторону, возможно это связано, потому что я вижу, что провисает верхняя порция трапециевидной мышцы, вот то, что мы называем, то, что люди называют плечо, это вот это. Да, вот, то есть как бы немного право и лево тоже отличаются, и голова такое ощущение сдвинута больше в правую сторону. Ну, опять-таки, мы не рассматриваем сейчас останка, берем конкретно кожную структуру, которая связана с мышечным каркасом. Дальше, кожа плюс-минус норм, недостаточность нижней челюсти, и прикус такой, что верхнизу перекрывают нижние, то есть когда они очень сильно перекрывают, вот, у тебя получается такое впечатление, во-первых, мышцы в гипертонусе вот эти жевательные могут быть, и есть такое впечатление, недостаточность объема, и губки поэтому кажутся очень маленькими, на фоне большого носика, ну условно большого. Нет, я вам просто по ходу сразу буду повторить, у меня действительно сильный дистальный прикус был, у меня было 4 удаления зубов, то есть это у меня уже после брекетов. А было хуже, да? Да, и у меня после брекетов очень поменялось лицо, я именно по этой причине пришла, и ищу косметолог, который меня поправил. А с челюстью действительно есть большая проблема, потому что после брекетов они не стали на место, то есть мне зубы задвинули, а нету контакта, и у меня получается постоянно вот здесь болит, болит у меня вот эта часть, но это я буду с ортодонтом работать еще, это у меня плавно на ортодонт. То есть жевательные не касаются, да, друг друга жевательные? Нет, я специально даже вам фотографию фотографировала до брекетов. А сколько точек до брекетов? Сколько? У меня совсем была вот эта челюсть, у меня лицо было совсем другое, и я себе не нравлюсь сейчас, то есть у меня очень поменялось лицо после брекетов, у меня прям вот это вот стало, вот у меня, и вот это еще меньше стало, то есть у меня вот здесь убрали 4 зуба, но хороших сантиметра 2 с одной стороны, 2 с другой, у меня просто вот туда зашло. Я поняла. И вот это то, что есть, это уже наколото, это уже тут миллилитров 5. Да вы что? Вот тут филеры, да, вот тут филер, это уже поправленное, ну, тут уже было. Вот так. То есть, да, ситуация у меня была совсем такая. У меня после брекетов вообще просто лицо, вот эта часть, она просто провалилась вот туда. И вот я не знаю просто, я на себя смотрю, я не могу себя, я не воспринимаю, я не понимаю, что мне надо. На самом деле эти зубы теоретически могут потом вернуться, ну как вернуться? Они уже, да, они уже... Они потихонечку потом меняют форму на первоначальную, то проходит года 2, может быть. Да. Они потихонечку начинают двигаться обратно, потому что, ну, тоже общалась с людьми, которые имели такую проблему, и они говорят, что слава Богу, ей сделали там, допустим, треугольную, да, вот треугольную форму. Она говорит, а мне комфортно с квадратной. И она, вот, и она говорит, не комфортнее, когда они будут более квадратные, а не когда вот дуга идёт. А она вроде как бы ровнее, вроде как бы оно визуально лучше, но то же самое, что, говорит, не нравится ни зубной ряд, ни комфорт есть. То же самое. Вот, значит, если мы говорим про жевательные мышцы, это не проблема их расслабить совсем. Нарастить там, головы и так далее, это понятно, что всё вторично после ортодонтии, потому что, иначе это просто маскировка, мы просто маскируем, вот то, что вам не нравится, маскируем. Состояние кожи плюс-минус норм, межбровка уже появляется, это мы сейчас просто перешли теперь, потому что здесь сильно много, я могу опустить нижнечелюстную дугу по всей длине, по всей, как бы дуги нижней челюсти могу с одной стороны, очень часто это, как правило, одна сторона короче вот так, а вторая больше провисает. И тогда в этом случае мы просто тупо, мы работаем токсином сначала, и потом мы дорисовываем нижнюю челюсть, как бы опускаем её. Это на процентов не на 100 и даже не на 50, это на процентов 30-40, если положить, если есть такая вот проблема, это может быть 2, 3, 4 или 5 миллилитров, чтобы вы понимали, какое количество миллилитров. Но проблема заключается в том, да, филер или на основе гидроксиапатита, или на основе гиалуроновой кислоты. Проблема заключается в том, что тяжело идти вдоль кости к конюлю, тут много связок, понимаете, и сложные там, ну короче, ну не надо, ну. И достаточно тяжело их проходить, и очень часто филер, который ты выкладываешь, он потом, ты когда вот допустим так смотришь визуально нормально, но когда ты начинаешь себя пальпировать, делать массаж, ты просто чувствуешь этот филер в мягких тканях. То есть он не совсем, когда ты много выкладываешь, он как бы не совсем на кости получается. Он получается, да, между костью и мягкими тканями, но тем не менее, если его много, то ты его в каком-то месте, ты можешь это хорошему чувствовать. Это многим людям не нравится. Да, мягкие ткани, оно как бы оттягивается, и визуально вроде лучше, но вот такой минус есть, когда много. Если вы вкладываешь ядроксиапатит, можно выложить один раз неразбавленный шприц, через там 3-4 месяца, через 5 выложить еще один шприц, и условно там нарастает. Но опять-таки, если в процессе зубы, то тогда правильно сначала делать зубы, и потом уже делать аппарат. Ну короче, то есть это вот так, когда смотришь, это я вижу, что есть мягкая симметрия, а так оно не видно. Когда губки сомкнуты, конечно, некрасиво, но хочется немножко вас как бы расслабить, что лицо в таком злом состоянии. Значит, что можно? Можно уколоть верхнюю губу две точки, как бы она вот такая вот, как бы это сфинктер, да? Вот краевая часть, она как клюшка загребается вовнутрь губы. И когда ты расслабляешь вот тут, у тебя губка становится, ну иногда и на полуразмера больше. Да, то есть если у вас тут много филера, и вы понимаете, что филером больше не решим эту проблему, то в этом случае просто делается токсин. Но тут нужно соизмерять верхнюю и нижнюю. Сейчас они у вас одинаковые верхние и нижние. Но если мы ее развернем, у вас будет недостаточно с нижней губой. Оно это как в ремонте. Ты делаешь одну, а тут тебе надо принцесса, тут тебе надо, ну короче, вот так все, одно заодно. Поэтому теоретически я могу немножко подправить верхнюю и расслабить ее токсином. Могу дорисовать еще нижнюю, развернуть ее. Если мы идем по плану, что токсин, тогда мы должны сделать обязательно нижнюю губу. Потому что гарантированно, когда вот это развернется, это и будет недостаточности. Будет тоже некрасиво. Потому что тут носик, тут губка выступает, а это прячется вся остальная часть. То есть это неправильно. Поэтому, чтобы замаскировать, надо вот такими маленькими шажочками и немножко дорисовать буквально, хоть у вас свои сколы есть, но чтобы отвлечь внимание, ну это какой-то грамм, это миллилитр буквально, размазать вот здесь вот по кости, для того, чтобы приподнять немножко, чуть-чуть приподнять, вот этот лифтинг дать. Вот. А ну, сведите брови. Да, о! Ну и обязательно токсин, потому что у вас уже закладывается нормальный залом есть, и нос получается как бы сдвинуть немножко вот так. Оно все присобрано, а носик немножко ходит на сторону влево. И получается, что эта часть мышцы, корругатор, вот эта вот левая часть, она как бы приводит, приводит бровь ближе слева, чем справа. И поэтому закладывается такая неспецифическая, потому что видно обычно, может, две параллельные полосочки, а у вас прямо эта полоса аж сюда вот подойдет. И поэтому хочется немножко подрослами. Да, пусть она уедет немножко в сторону, вот так вот, это немного разгрузит картину, касаемо вот это. Ну опять же, это я вижу, ну так не видно, но это нужно сделать, потому что закладываются морщины, и вот на фоне того, что вот это, и тут еще как бы злого выражения лица получаются. Потом так, у вас татуаж, правильно? На бровях нет. Это я только, это я утром показываю. А, потому что форма бровей выбрана неправильно. Это я сегодня. Они у вас ровненькие, и тут в конце идет вот так. А вам, для того, чтобы чуть-чуть больше удивленный взгляд, надо сделать, ну поднимайте брови просто. А, есть куда кого-то. Вот вам желательно вот в этой части, чуть-чуть вот в этой попытаться поднять. Поняли? Чтобы это было не как у брежнева, вот так, и там хвостовая часть вихрица, а чтобы это было вот так. Вот есть люди, которые будут разные брови, я сошлю, естественно, да. Есть кому-то прям вот вообще уже вразлет ровный, есть кому-то вот так. Ну вот, короче, оно много не поднимется, но я могу попытаться токсином на какие-то 2-3 миллиметра, ну, изменить. И вы когда будете есть, вы будете делать татуаж или будете красить, вам нужно не ровно рисовать полосочку, а вот чуть-чуть по дуге вот здесь. Вот сюда? Ну вот, вот средняя ручковая линия, вот, и вам нужно вот в этой части, в средней части брови, ну, хотя бы маленький изгибчик, ну, вот чуть-чуть рисовать. Ага, я поняла, не делать такими домиками, да? Да, у тебя получается, тут домик не видно, а видно вот таких 2 ровных полосы. Это неестественно. Надо смягчить лицо, потому что вдвое тут, вдвое тут, и брови вот так. И надо немножко их вот так поднять. Ну, ты у меня, если ты красила, кожа покрасывается, оно отбоится, там волос нет. Да, да, ну, поднимаем еще раз брови. Ну, кстати, лоб плюс-минус симметрично. Ну, вот линия роста волос. Вы когда красите, вы старайтесь не заходить сюда. Лучше здесь зайдите, тогда оно выровняет. Хотя можно и челку носить, это вот такой-то ерунда. Ну, да, у меня там челка, я на этом жена тоже. Так, а ну, улыбнемся глазами за все силы. Глаза. А, и глаза можно не трогать. Нет, не, глаза можно не трогать токсином. Межбровка, из того, что вот, межбровка и лоб. Сейчас я нажму на палубу, и нажим. И сейчас. Ой, сейчас, момент. Момент. Ой, блин. Так, мы сделали, получается, одну сторону. Да, значит, надкосно и субдермально распределив 0,6 препарата. Сейчас я скажу, нет, не 0,6. 0,75 препарата. Условно, мы распределили на субдермальное ведение и надкосное. Сделана правая сторона. То есть буквально немного подправили губы нижние. Чуть-чуть развернули. По-хорошему нужно делать анестезию. Нормально прорабатывает. Ну, вот пока так. Вот, вот что у нас получилось. Это у нас радиус 1,5 мл. Гидрокристал 2,2 мл. Это нуклеотиды. Один надкосно и часть надкосно и часть субдермально вместе с ПДРН.